добрый день друзья я вас приветствую на нашем канале моя фамилия агулов александр тимофеевич я являюсь руководителем учебно-оздоровительного центра агулов центр и в общем то занимаюсь или разработчик вот этих висцеральных практик начиная с 90-х годов где официально я начал выходить на тот уровень когда о висцеральной терапии начали говорить а до этого практически то вся моя спортивная жизнь она сопровождалась вот этими манипуляциями которые я проводил на своем собственном животе и на животах моих друзей спортсменов тоже мастеров спорта и конечно все то что формировалось в то время начинались ничего с того что был показан сюжет один одним человеком но все это подтолкнуло меня к тому чтобы я начал этим заниматься а почему да потому что она давала очень интересные хорошие результаты выздоровления я помогал всем подряд родственникам друзьям конечно мне было это очень интересно даже пробовал на собаках на кошках и самое интересное что животные тоже подставляли свой живот и конечно здесь главное чтобы не навредить чтобы не передавить ну и вот и естественно казалось бы кошки привыкают только к жилищу они хозяевам а ты приходишь в квартиру где там присутствует такая кошка и кошка к тебе прижимается она вокруг тебя ходит кругами чтобы ты погладил или помял ее живот ну вот и конечно здесь нужно сказать противопоказаниях особенно для начинающих которые не знают не анатомии не физиологию далеки от здоровья не может быть первый раз услышали о том что живот то можно поддавливать или какие-то проводить процедуры улучшающие состояние здоровья так вот одно из противопоказаний конечно это опухоли это опухоли это картина острого живота когда требуется хирургическое уже вмешательство это может быть свежие травмы и естественно неадекватные состояния человек это алкогольное состояние или наркотическое опьянение потому что здесь человек не чувствует боли не чувствует скажем того что вы производите ну и естественно на первых этапах я все-таки порекомендовал бы не использовать какие-то предметы потому что ими можно навредить и поэтому только рука и вообще руку сложно заменить на какой-то предмет рука есть рука ну конечно рука чувствующие это один вариант а рука не понимающие и не чувствующие другой вариант и конечно друзья мои я бы не занимался действительно этой темой если бы она не приносила здоровье а так как я в прошлом мастер спорта по борьбе самбо дзюдо занимался рукопашным боем ну и естественно по ходу происходили какие-то травмы какие-то и вот здесь вот опять все завязывалось на животе а почему да потому что вот та же желчь который вырабатывает наша печень она участвует во многих обменных процессах я не говорю процесс пищеварения на это процессы смазующих компонентов наших суставов это скажем часть жирорастворимых витаминов которые усваиваться должны в нашем организме иначе кожа становится сухой лопается трескается или наоборот здороваешься человеком а у него рука течет она как будто из воды вытащенная рука холодная а это тоже живот но это только проблема почек если там печень это здесь почек и вот как же все это дело разрешить и вот те первые опыты которые я ставил на себе а потом и проводил со своими друзьями и те подсказки которые мне давали когда-то знахари как какие-то встречи с людьми которые нечаянно там помяли живот и решили какую-то задачу и они мне рассказывали это чудо я это чудо попытался повторить и оно происходило а то а уже потом когда прошел уже достаточно большой промежуток времени когда я уже что-то освоил тем более закончил институт я уже знал где печень где селезенка где почки находятся ну и вот здесь то конечно это дало мне еще один такой мощный подъем и работая со спортсменами я увидел что травмы отступают что люди начинают даже если человек питается не совсем правильно он все равно лучше органы работают лучший процесс пищеварения переваривания меньше застоев кишечнике и конечно уже непосредственно когда начало 90-х годов когда начали работать с военными когда начали проводить первые исследования и первые скажем какие-то разработки и вот тогда сформировалась уже более такое прочное впечатление что это действительно тема который заслуживает внимания а потом вдруг выясняется что оказывается 1800-х годах еще были докторские диссертации которые были посвящены работе с животом и многие великие говорили о том что это перспектива в медицине живот работа с животом это большая перспектива а потом вдруг произошло забыть ее единственное в девятьсотых годах появилась вот я видел книжку до заблудовского массаж внутренних органов ну конечно это примитивная книжка но тем не менее она тогда была 1900 год ну а потом забытье опять тишина ну вот а потом вдруг опять все всплыло и вот может быть это нас так бог ведет что я увидел вот это и мне понравилось ну и естественно уже когда начали работу непосредственно уже серьезно серьезно на том уровне что когда военный выполняя какую-то боевую задачу становится в такую ну представьте ранение опасность быть раненым опасность взятым в плен опасность ну убитым лет оторвана рука нога это все это все накладывает определенные отпечаток на человека человек начинает возникает стресс и вот этот стресс меняет гормональный фон и естественно гормональный фон тут же отражается на работе внутренних органов и вот здесь начинается неправильно пищеварение то есть вздутие живота запоры и человек начинает начинается самое отравление его и и вот наша задача была чтобы создать методику тогда при работе с военными который помогал бы человеку выполняющий какую-то вот такую серьезную боевую задачу уходить от сложностей решением разминанием определенных участков тела и вот здесь конечно вдруг обнаружилось что очень важным звеном в нашем животе оказалось луковицы двенадцатиперстной кишки и вот если мы ее а часто во время стрессов это луковица спазмировалась а во время спазма ведь представьте если луковица спазмировалась то протоки которые входят в эту луковицу они передавливаются и тогда что печень не отделяет желчь туда а желчь нужна для того чтобы расщеплять жиры печень вернее желчь нужно для того чтобы процесс пищеварения нормально был активация ферментов поджелудочной железы нейтрализация частично желудочного сока который имеет кислую среду а у нас с вами в тонком кишечнике щелочная среда и поэтому конечно и плюс еще желчь выполняла еще плюс функцию такую она ошпарила яйца паразитов которые поступают к нам с пищевым комком и если это яйцо ошпарилась желчью то лицо не развивалась то есть это как бы своеобразная противопаразитарная ситуации плюс создание в тонких кишках щелочной среды именно эта щелочная среда способствует нормальному пищеварению ну а если желчь плохо отделялась то вот здесь начинается вздутие живота ненормальное переваривание пищи ну вот и все начиналось с того чтобы нам начать поддавливать вот по определенным законам которые присутствуют животе и от которые эти законы мы с вами будем разбирать на непосредственно на практическом занятии рассматривать ну вот и вот здесь то конечно мы наблюдаем такую интересную картину когда человек попадая в какие-то экстремальные ситуации работая со своим животом он выживает и был даже интересный случай когда женщина она прочитала тогда мою первую книжку которую я выпустил в 1994 году висцеральная хиропрактика в старой русской медицине казалось бы у нее был онкопроцесс в кишечнике так вот она пережила все скажем все прогнозы и и что она должна была погибнуть вот буквально через три месяца она еще прожила два или три года но это ни в коем случае не говорит о том что при онкологии нужно использовать висцеральной практике просто вот она себе задачу такую поставила она попробовала у нее произошло улучшение и она продолжила и в принципе то в моей практике был подобный другой случай интересный когда человек который любил алкоголь начал заниматься своим животом и он поставил себе задачу а я ему я его убедил что если он будет делать вот свои свой живот то он достигнет того что в животе начинается лучшее пищеварение что никаких вздутий живота и он начал давить свой живот но он же любитель алкоголя он продавит печенку потом выпил немножко печень опять увеличилась снова продавит выпьет она снова увеличивается а потом у него еще была проблема то что он храпел сильно и вот этот храп он буквально всех ну всех кто жил в семье ну люди старались не слышать как он храпит затыкали уши уходили скажем к друзьям на иногда даже ночевать а если еще и выпьет алкоголя то алкоголь усиливает этот храп ну естественно и он тогда пришел к такому заключению что если он перестает пить алкоголь тогда он себя хорошо чувствует и не храпит и тогда все обитатели его квартиры они как-то к нему лучше относятся ну вот и вот он начал поддавливать свой живот но правда оказалось у нее камень в желчном пузыре и он это же камень даже загнал в халидох но он рассуждал как механик когда сделал анализ или сделал узи желчного пузыря и ему сказали что стоит в халидохе то он начал начал рассматривать всю эту механику с других позиций ага если я загнал значит я должен в обратную сторону и он начал поддавливать в обратную сторону и надо же камень опустился ниже что для меня потом было действительно открытие ну и вот а потом так как он ограничил потребление алкоголя у него живот быстро пришел в себя он начал работать с почками начал работать с областью мочевого пузыря и дошло до того что простатит который его беспокоил он его перестал беспокоить потому что ушел усилилась микроциркуляция малого таза ну и по ходу тут попал и под раздачу и желудок потому что волей-неволей он начал поддавливать и желудок продавливая левую почку а левая почка сверху она на две трети накрывается желудком желудок перестал его беспокоить и вот когда мы с ним встретились через год то было удивительно я в какой-то степени даже его не узнал потому что он изменился пока изменилось лицо лицо было до этого красная нос синий а тут но стал нормального цвета лицо стало нормального цвета человек распрямился разогнулся омолодился а самое главное у него появилась энергия жизненная и даже рост у него увеличился но бывает так я представьте ведь человек бывший военный у него в военном билете сто семь метр семьдесят шесть или сто семьдесят шесть рост а тут метр восемьдесят два вот вам тоже интересная тема что как только снялись внутренние напряжения у человека и рост увеличился он разогнулся и конечно когда вот наблюдаешь это все ты понимаешь насколько эта тема полезна для здоровья ну а к этому времени он уже сам для себя начинает выбирать продукты один продукт покушал его дует значит он этот раздувает кишечник значит он его старается отодвинуть ну вот и началось с того что он отказался от хлеба потому что хлеб у него вызывал вздутие живота потом потихонечку отказался от молочных продуктов потому что они тоже вызывали вздутие живота и вот так он собственно подработал свою систему то есть сформировал свои продукты которые дают ему здоровье и часто бывает что когда начинается поддавливание живота и живот приобретая какие-то определенные качества начинает сам выставлять свои внутренние органы конечно можно было бы примеров привести множество которые описаны и в литературе особенно литературу так тех девятьсотых годов когда раздражая живот поддавливая живот органы сами самостоятельно вставали на свою исходную позицию казалось бы вот правая почка чаще всего опускается и там из-за ее движения часто формируется наподобие такого специфического тоннеля но когда вы начинаете работать поддавливая то то кишка которая придерживает эту почку она меняет свою структуру она становится действительно тем что держит ну и естественно конечно вы начинаете худеть живот начинает уходил начинает уходить излишний жир ну естественно меняется качество скажем живота живот подтягивается ну ладно мы об этом это отдельная тема которая рассматривается непосредственно массаже внутренних органов итак друзья я бы хотел прочитать те вопросы которые вы мне наиболее часто задаете и вот рассказать часто встречающихся проблемах которые можно решить висцеральным самомассажу самостоятельно ну и чаще всего все-таки это напряжение луковицы 12 перстной кишки когда 12 перстной кишка начинает поддавливаться снимается с нее про спастика желчь начинает лучше отделяться за счет того что вот представьте когда она спазмирована вегетативная система не управляет спазмированным органом вы расслабляете и вегетатика начинает работать открываются сфинктеры тогда нормализуется отток желчи если желчь истекала то она начинает закрываться в нужное время потому что вегетативная система начинает управлять этим процессом естественно снимая напряжение желудка а мы часто наблюдаем что желудок становится одервеневший плотный твердый а человек живет и его не чувствует а вот когда начинается поддавливание там плотная твердая ткань и когда вы снимаете вот напряжение с этой плотной ткани желудок тоже начинает по-другому работать исчезают боли в желудке исчезает запах изо рта то есть но ведь желудок то ни один страдает если он напряженный то напряженные пищевод кардиальный клапан тоже начинает страдать и тогда меньше забрасывается или вообще перестает забрасываться желчь в пищевод и вот таких вот явлений примеров предостаточно ну и естественно органы малого таза ведь очень часто скажем застойные явления в малом тазу это проблема и возникает и головы а почему да дело в том что диквар который формируется в нашей голове а он является амортизатором для нашего мозга на случай травмы ну и естественно он перестает сдавливать потому что он всасывается проходя по пространству позвоночника в сосуды малого таза если там спазм эти сосуды напряжены вот вам энцефалопатии вот вам избыточное давление в голове то есть и конечно когда вы начинаете себя поддавливать то вы замечаете что вы становитесь более спокойными уравновешенными исчезают головные боли потому что часто головная боль вот предположим головная боль височной локализации это проблема желчного пузыря а если затылок постоянной тяжесть затылки то это проблема чаще всего почек почечного характера сухая кожа я уже упоминал о том что влажные руки вот это все начинает уходить и вот это конечно удивительно ну и естественно в некоторых состояниях когда вы начинаете все это работать у вас появляется энергии вам хочется конечно уже заниматься и спортом здоровьем появляя появляется энергия работоспособность увеличивается вот это уже очень здорово теперь вот здесь если противопоказание к висцеральному массажу но мы уже упомянули что одно из противопоказаний это все-таки онкология особенно на начальных этапах ребят избегайте ее ну и естественно кистоиды различные образования которые уже найдены в животе но здесь уже нужен специалист который который бы подсказал стоит или не стоит этим заниматься ну а если нет специалисты то приходится методом аккуратного тыка то есть еще раз напоминаю что давление если рассматривать на надавливаемый какой-то орган но взять ту же луковицу 12 перстной кишки сильные надавливания когда боль это пятерка а вы должны поддавливать на уровне тройки чтобы можно было нормально разговаривать боль присутствует но она боль такая полуприятная а потом наступает вдруг блаженство потому что а почему боль расходится уходит и там где вы давили уже ничего не болит вы берете следующие участки вот таким вот образом шаг за шагом вы решаете вот эти вот задачи эти проблемы с напряжением в животе и и противопоказанием может быть алкогольное опьянение или наркотическое но при наркотиках и действительно не стоит этим делом заниматься потому что неадекватные ощущения вы можете действительно травмировать себя ну вот и алкоголь особенно на начальных этапах постарайтесь не заниматься этим и конечно когда у вас присутствует какие-то травмы нужно их исключать травмированный живот или падение с высоты то есть здесь уже самостоятельно либо вы работаете с очень большой осторожностью поддавливая это тогда когда никто не может оказать вам помощь вот тогда конечно здесь доля риска есть но тем не менее и постарайтесь работать без предметов я уже по моему упомянул об этом постарайтесь работать только рукой вот здесь задается вопрос правда ли можно обучиться этой технике самостоятельно и самостоятельно помогать себе сложная техника в чем ее особенность да вы знаете всегда все начинается с чего-то простого и поэтому здесь начиная работать конечно нужно начать сначала чтобы убедиться если вы убедитесь что это работает что это помогает то это ваша тема и что интересно вот когда наблюдаешь я пример такой возьму из борьбы и ты видишь какой бросок проводит спортсмен ты видишь как он хорошо идет и ты видишь что вот здесь вот рука вот так он повернул а вот этой рукой потянул а вот этой а ты его делал по-другому и ты видишь что так а вот если бы я тоже так сделал был бы вот такой такой-то результат и здесь тоже когда человек начинает работать он уже начинает правильно ставить пальчики правильно надавливать правильно сдвигать смещать то есть методом тык он начинает осваивать эту территорию под названием живот то есть живот это жизнь ну и вот и естественно по мере того как он работает по мере того как у вас все начинает получаться вы можете уже использовать другие предметы конечно это могут быть мечи разного калибра разного размера это разной степени накаченности даже на первых этапах вы должны обязательно использовать не очень крепко накаченные мечи слегка приспущенные вот такая вот интересная тема я думаю что если его освоить то это выручалочка на всю жизнь ну и в общем то я еще раз повторяюсь приятно когда тебе уже нормально большое количество лет но тебя тебе интересно природа тебе интересно искусство тебе интересно все потому что тебя ничто не тянет я имею ввиду ничто не болит ни бедро не коленка не спина не желудок ну и естественно иногда приходится по ходу давать советы какие-то порекомендовал потом позвони человек позвонил говорит тимофеевич ты знаешь я перестал кашлять здорово а другой я перестал хромать здорово а если вот здесь ты знаешь я уставал а теперь я не устаю потому что я вот сделал так как ты порекомендовал поэтому конечно осваивайте осваивайте эту тему и это даст улучшение здоровья улучшение благосостояния а по крайней мере оно делает нас с вами социально адаптированными к стрессом к разным потому что от них никуда не уйти ну вот и король страдает от стрессов и подметальщик улиц от стрессов и везде эта тема работает и поэтому я вам порекомендовал бы удачи удачи здоровья освоение вот этих начальных азов ну и может быть у кого-то появится желание получить новую специальность если есть к этому предпосылки и вас приглашаю к себе на обучение и получение соответствующих документов сертификатов ну и вы можете зайти в интернет и посмотреть наверное и патент агулова на способ коррекции функционального состояния организма с помощью висцеральных практик итак друзья я вас приглашаю на онлайн курс самомассажа где мы с вами будем рассматривать 7 уроков то есть и в этих уроках мы затрагиваем такие темы как работа с мужским животом женским животом также самомассажи на основе кругов взаимодействия то есть вот нужно понимать что каждый орган или каждая система органов они все связаны между собой и мы должны с вами разобрать эти взаимосвязи кроме всего прочего нужно отдельно рассматривать кровеносную систему толстый тонкий кишечник значит мы с вами рассмотрим органы мощи половой системы также будем говорить о суставах шейного отдела и суставы непосредственно нашего тела ну и кроме всего прочего рассмотрим сердце и легкие способы оказания такого сама массажа или самотерапии я вас приглашаю на этот курс самомассажа и вам одновременно даю 50 процентную скидку ссылку вы найдете в описании к вебинару итак друзья я жду вас на своем курсе до встречи обнимаю всех жму руку ну и здоровья вам здоровья личного счастья творчество творчество в освоении вот этой темы с вами был александр агулов до встречи